В жизни все течет, все меняется. Где-то это происходит очень хорошо, а где-то как-то так. Нам здесь с панорамы видно, что происходит. Мы можем об этом поговорить, рассказать, как сами обсудить, так и с гостями встретиться и обсудить главные темы. В студии Максим Кузин и Андрей Свистанов. Нам нужно окунуться в интернет-новости. У нас есть традиционная рубрика «С миру по нитке» и наш специалист в этой области, или как ты называешь ее, наш Федор Конихов в интернете. Наша Екатерина. Катя, приветствуем тебя. Здравствуйте, коллеги. Мы знаем, как всегда, что у тебя есть что рассказать. У меня «С миру по нитке» 2019 год, мы говорим о школе, о нем сегодня, об итогах, был наполнен важными событиями, которые повлияли на обычных людей в разных странах. И на их безопасность, и на уровень образа жизни, и представление, в общем-то, об этом мире. Ну и вот давайте сейчас попробуем пробежаться, вспомнить, какие события вошли в мировой топ за минувший год. Ну не все они сильно приятные. Первое событие – это Париж в Нотр-Дам. В прошлой весной в столице Франции горел собор парижской богоматери. Весь мир в режиме реального времени следил, как огонь уничтожает знаменитый храм. Ну, к счастью, вышло так, что все сокровища, хранившиеся в Нотр-Дам, спасли. Расследование причин пожара до сих пор продолжается. Есть еще одно немаловажное событие, еще одна тема, которая тронула сердца и нервишки миллионов людей. Итог восьмилетних переживаний фанатов. Финальный сезон сериала «Игра престолов». Хит HBO, как вы знаете. Ну, не все фанаты были довольны концовкой. Вы смотрели, коллеги? Я вот как раз признаю, что я вхожу в список тех людей, кто не смотрел этот сериал. Но следила за фанатами, скажем так. Это было забавно. Но, кстати, спорный финал своего самого успешного детища HBO сгладил, выпустив мини-сериал «Чернобыль». История катастрофы, как вы знаете, 1986 года. Да, это серьезная история. Очень мощная. Настолько впечатлила она зрителей, что зону отчуждения вокруг Припяти потянулись вереницы туристов. Да, так вот даже. Впрочем, в России сериал критиковали за неточное изображение событий и стереотипное представление о Советском Союзе. Не обошелся год и без спортивных скандалов. ВАДА на 4 года дисквалифицировала Россию за допинг. Не очень приятное событие. Сказала бы, очень неприятное событие. Очень, да, неприятное событие. Но Руссада не согласна, там вроде будет апелляция. Да, это еще долгая история. Скорее всего, это будет еще обсуждаться. Как раз 4 года. Но есть и приятное событие. 2020-й мы начали с приятной новости. Сборная России. Победитель юношеских Олимпийских игр. Это прекрасно. Это прекрасно, действительно. А Тверь тем временем перевернула эпохальную страницу в развитии профессионального и юношеского хоккея. Наверняка Максим в курсе. Правительство Тверской области и хоккейный клуб «Динамо Москва» подписали соглашение о сотрудничестве. И теперь в Твери будут базироваться две команды. Высшей хоккейной лиги «Динамо Тверь» и молодежной хоккейной лиги «Динамо Москва». Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс «Юбилей». Ну, не то что станет, он уже стал. Уже базируется. Ну вот, одной из главных новостей стало открытие Крымского моста. Это интересное событие, это важное событие в жизни Российской Федерации. А самой обсуждаемой новостью в Твери стало закрытие Бурашевского путепровода, ну или Крупского моста. Ну, как говорят, где-то мосты открываются, где-то закрываются. Но на реконструкцию надо добавить здесь, это не навсегда. До весны 2020 года. То бишь, осталось совсем чуть-чуть. В Твери появилась школа будущего. Даже так. Вход по отпечатку пальца, представьте себе, лабораторий, бассейны. Так выглядит учебное заведение в Брусилово. Пополнение также ждет Радужный и Южный, тоже надеемся, что в ближайшее время. Кстати, по поводу образования. Вот здесь была буквально недавно новость, что педагоги одного из детских садов Ржевы в Тверской области организовали для воспитанников экскурсию в магазин для знакомства с профессией продавца. Что необходимо для развития детского кругозора, сообщили РИА Новости начальник отдела образования. Так, и вот, отдел образования администрации города Ржевы опубликовал на своей странице в соцсети ВКонтакте рассказ о том, как ребята старших группы детского сада 29 посетили супермаркет. Сотрудники магазина доброжелательно встретили детей и в доступной форме провели интересную экскурсию по Бакалеям и отметили власти. И вот как собеседница агентства сказала, потому что это очень был такой общественный резонанс, люди стали писать, что магазин это не место для экскурсий. И вот как собеседница ответила, что детям и ребятам очень понравилось, и вопросы задают, и уходить не хотят. Ну вот тут тоже вот в соцсетях я очень мониторила этот вопрос, так вышло, и мнения разделились. Кто-то за, кто-то сильно против. Не считается все-таки супермаркет у нас местом для экскурсии. Что я еще могу сказать? Тысяча зрителей, тонна ухи, десятки килограммов каши. У нас в Твери прошел гастрофестиваль, который посетил, как бы вы думали, кто? Кто? Тот, кто на ножах. Тот, кто на ножах. Константин Ивлев. Об уникальных тверских блюдах теперь знают и за пределами региона. Новость разлетелась далеко-далеко. Ну вот как-то так. Спасибо. Спасибо, очень интересно и так массивно. Есть о чем поговорить и есть что обсудить. Спасибо еще раз. Ну а это как-то так шоу. Это как-то так шоу. Мы представляем наших гостей. Итак, это программа «Как-то так». Мы встречаем гостей в нашей студии. Сегодня к нам пришли депутат Законодательного собрания, председатель Постоянного комитета по экономической политике Олег Станиславович Лебедев. Здравствуйте. Здравствуйте. Также председатель общественной палаты города Твери Рыбачук Вадим Борисович. Вадим Борисович, здравствуйте. Добрый день. И мне, честно говоря, очень приятно представить заместителя декана экономического факультета. Звучит серьезно, но очень красиво. Это Толкаченко Оксана. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, конечно, хочется представить депутата Городской думы, заместителя председателя Постоянного комитета по социальной политике Дмитрия Нечаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, закончился у нас 2019-й, сейчас уже 2020-й год. Давайте мы поговорим о том, все-таки, что привнес 2019-й год для жителей Российской Федерации. Пару фраз. Что получилось, что не получилось, чем довольны и что предстоит нам делать в 2020-м году. Как по экономической политике, так же, конечно, и по социальной, и по демографии. Поэтому, Дмитрий Леонидович. Ну, я немножко удивлен, что с меня начали. Я тут не самый главный за все ответственный. Но я хочу сказать, наверное, в первую очередь, по социальной политике, поскольку я в этом комитете работаю, в нашей думе городской. Он привнес как некоторые положительные изменения, так и, в общем-то, оставил за собой, уходя этот 2019-й год, оставил массу проблем, которые еще нам предстоит решить. Другое дело, что не так страшны проблемы. Самое главное, что есть ли ресурсы и воля на то, чтобы ими заниматься, чтобы их решать. И вот здесь уже даже больше я бы говорил о годе наступившем, годе 2020-м, потому что серьезным, таким судьбоносным событием с самого начала года стало выступление президента, его послание федеральному собранию. Те изменения, которые произошли на федеральном уровне, все знают, о чем мы говорим. Поэтому сейчас появляются очень серьезные ресурсы, очень серьезный задел для того, чтобы со многими проблемами, в основном в социальной сфере, потому что послание было явно с социальным уклоном, чтобы эти проблемы уже с серьезным подходом решать. Но теперь важно вот этими ресурсами грамотно и максимально эффективно распорядиться. Вот это вот главная задача сейчас. Отлично. Ну, давайте теперь по экономике, Олег Станиславович. Вообще, в целом, 2019 год хороший был или нет? Ну, если мы говорим все-таки о экономике нашего региона, я считаю, что мы его с положительным знаком заканчиваем. Мы окончательно переломили такую тяжелую тенденцию. Последних 10 лет, когда наш регион снижает свою долговую нагрузку, мы вошли в тройку, пятерку самых успешных регионов. Потому что действительно у нас было подписано соглашение с Минфином Российской Федерации. И была достаточно серьезная долгое время долговая нагрузка региона. И уже 2019 год показал о том, что мы снизили эту нагрузку и имеем возможность уже более оперативно и более свободно расходовать денежные средства. Наверное, я не только как председатель комитета по экономике, но и автомобилист могу сказать, что прошлый год был, наверное, годом такого качественного улучшения нашей дорожной инфраструктуры, а для экономики, для социальной сферы нашей дороги область наша огромная, самая большая в ЦФО. И, к сожалению, долгие годы наша дорожная инфраструктура транспортная оставалась такой, ну, скажем, сложной. И, наверное, все мы почувствовали, да, что и не только в городе, но и межмуниципальные дороги, и во многих районах области дорожная сеть стала намного лучше. Вот стало более устойчивым энергоснабжение, электроснабжение нашего региона. Поэтому есть и положительные результаты, конечно, но есть и определенные трудности, с которыми нам еще предстоит только справиться. Но в целом я считаю, что год был позитивным. Мы надеемся, что вот эта динамика, она будет продолжена и в ближайшем, и в этом году, и в ближайшие 2-3 года. Оксана, Олег Станиславович, он больше застрел свое внимание на Тверской области. В рамках России, в рамках мира, что 2020 год нам готовит, какие перспективы, какое развитие возможно, ну, во-первых, конечно же, для жителей Российской Федерации, потому что нас очень волнует и доходы населения, которые сокращались с 2014 года. Какая положительная тенденция, пойдет или нет? Потому что, по-моему, в третьем квартале Росстат сказал о том, что увеличились доходы населения Российской Федерации. Вроде Минэкономное развитие говорит о том, что в 2020-м рост доходов на 1% будет увеличен. Но все-таки и в послании президента Российской Федерации к Федеральному собранию мы говорили о том, точнее не мы, а президент говорил о том, что прямо вот прорыв нужен, скачок, что прямо доходы должны увеличиваться и увеличиваться. Да, безусловно, ситуация, которая сложилась сегодня, на сегодняшний день в нашей российской экономике, она напрямую связана, во многом связана и с мировыми тенденциями. Сегодня ни для кого не секрет, что в условиях глобализации, а мы, как Российская Федерация, в нее вовлечены по полной программе, мы зависим. И тенденции, которые складываются на мировом рынке, к сожалению, хотя, наверное, это вполне естественно, зависит и от политических факторов. И мы сегодня это также наблюдаем, что определенные действия глав ведущих держав приводят и к неким экономическим проблемам. Мы знаем, что ситуация на мировом рынке и позиция России неоднозначная и очень сложная. И это, конечно, сказывается на экономическом развитии нашего государства. Если говорить о том, о чем вообще, какая ситуация сегодня сложилась, то России приходится в плане экономического развития непросто. Если посмотреть те плановые показатели, по тому же рост ВВП. То есть планировалось, что он вырастет на 1-2%, хотя по факту, конечно же, такого роста мы не наблюдаем. И для полноценного экономического развития, для такой нормальной жизни граждан Российской Федерации этого недостаточно. Естественно, у Российской Федерации есть огромный потенциал, но реализовать его сегодня не так-то и просто. Действительно, последние несколько лет мы наблюдаем сокращение доходов населения граждан. И это определяется тоже, в том числе, и факторами мирового порядка. Но, понимаете, чтобы реализовать те идеи, которые представил президент в своем послании, здесь требуется и определенное действие, и со стороны государства в том числе. У нас не очень на сегодняшний момент продуманная система выхода из той экономической ситуации, в которой мы находимся. И в то же время все упирается, конечно, во что? Все упирается в деньги. И если посмотреть в наше светлое будущее и говорить о прогрессивном развитии нашей экономики, то здесь требуются, конечно же, глобальные инвестиции. Необходимо вкладывать как на уровне федеральном в крупные проекты, так, конечно, и на региональном в том числе. Ни для кого не секрет, что инвестиции – это залог не просто экономического развития, это еще и залог роста благосостояния населения. – Большое спасибо. Вадим Борисович, в рамках Твери, потому что Оксана здесь все-таки отдувалась за Российскую Федерацию, за мировую экономику. – Оксана, по-моему, ответила на все вопросы, которые были и могут быть впереди. – Да, может, и стол снят уже, да? – Вадим Борисович. – Да, я согласен. – Да, Борисович. – Больше нечего. Но все-таки, вот Оксана правильно сказала, да, насчет доходов жителей, это, наверное, одна из самых главных проблем в данный момент или нет? – Ну, безусловно, мы должны мерить благосостояние общества доходами его граждан. Какие бы мы экономические теории не строили, какие бы отсылки к санкциям или контрсанкциям не делали, тем не менее, ситуация очень простая. Доходы растут, значит, человек доволен, значит, общество развивается, город живет, все хорошо. Доходы не растут, значит, есть проблема, есть проблема с состоянием граждан психологическое, материальное и так далее, и так далее, и так далее. Вот надо отметить, как и коллеги сказали, что 19-й год не принес нам ощутимого роста дохода граждан. Если мы можем говорить о росте доходов, то только по отдельным категориям. Например, есть какой-то мегапроект в Твери реализуется, значит, люди, которые участвуют в реализации этого проекта, они могут рассчитывать на какие-то дополнительные стимулирующие выплаты. Но таким образом, чтобы это было глобально, во всем обществе, во всей Твери или во всей Тверской области, к сожалению, не происходит. Да, позитивный тренд он может быть, я имею в виду социальную направленность послания. Но, как мы видим, социальная направленность послания была и в прошлом году у президента, и даже в позапрошлом, потому что мы живем в социальном государстве, и это поддерживают все. Если реализация вот этих социальных программ, она будет максимально широкой, тогда мы получим и рост доходов, и отклик населения в положительном плане на эти идеи, и общий уровень, так скажем, коэффициент счастья увеличится, как это принято называть. Ну, один простой пример. В прошлом году, как Олег Станиславович сказал, были реализованы национальные проекты по безопасным дорогам, очень много сделано, все довольны. Но в то же время проект по здравоохранению, который тоже национальный проект, он не принес такого позитивного результата, и в итоге мы видим, министра сменили, в том числе и потому, что не достигнуты определенные коэффициенты, уровень первичной медицинской помощи не тот, который необходим сегодня в обществе, и в итоге мы опять говорим о том, что нам надо усиливать работу именно в этом направлении, по здравоохранению, как одному из ведущих частей социальной политики в обществе. Соответственно, все наши идеи должны проверяться именно в этом плане, на этих результатах. Ну вот как-то так мы готовились к этой программе, да, и получается, вот смотрите, чтобы быть представителем среднего класса в Москве, да, это средняя зарплата 120 тысяч, по Российской Федерации, ну это 60, при том, что средняя заработная плата у нас в Твери, ну это 30, ну 27-30 тысяч, да. И вот, знаете, очень интересно, что была информация в издании Форбс, да, президент Крокус Групп, Арас Агаларов, указал на то, что сейчас у россиян крайне низкие пенсии и зарплаты. Мы соглашаемся, да. По мнению миллиардера, это не способствует увеличению ВВП. Правильно? Правильно. Также заходим на сайт кадрового агентства, смотрим по поводу зарплат, вот в этой организации Крокус Групп и получается, что, ну, к примеру, дизайнер-оформитель 57 тысяч, бренд-менеджер 80-100, хорошая зарплата, даже для Москвы бухгалтер-калькулятор 60, кассира 30 до 30 тысяч, да. То есть вроде как бы человек, президент, миллиардер говорят, ну, что он маленькие зарплаты, но при этом на сайте вот такая-то информация. Также еще в Давосе, да, российский миллиардер Олег Дерипаско назвал виновных в бедности в России, об этом он написал в своем телеграм-канале. И по итогу обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе, бизнесмен уверен, что за стагнацию последних лет и отсутствие прогресса в решении проблем бедности несет ответственность Центробанк. Мне кажется, ответственных можно искать там постоянно. Какая разница, Центробанк или сам Дерипаско будет ответственным за то, что доходы не растут. Если они не будут расти, то в итоге мы не получим ни среднего класса, хотя утверждение о том, что в Москве средний класс он один, а в Твере он другой, наверное, тоже не очень корректно. Мне кажется, надо сосредотачиваться на инфраструктурных проектах, и только они могут увеличить и денежную массу в итоге, и доходы населения, как это ни странно звучит. Можно вспомнить о том, что даже материнский капитал, который сегодня выплачивается в том числе и на первого ребенка, он в итоге по году может принести нам плюс один процент в увеличение уровня доходов населения. И вот такие инфраструктурные проекты, они могут ситуацию стабилизировать и продвинуть вперед. Ну уж, конечно, там не заявление наших олигархов в ДАОСе или картинка из штатного расписания господина Агаларова. Но если вы говорите, инфраструктурные проекты, надо вот туда. Люди нас сейчас смотрят и думают, а какие же все-таки это профессии, если вот так смотреть, куда же идти тогда работать? Где будет, по вашим прогнозам, в 2020 году, скажем, максимально выгодно себя реализовать? Хотя бы по Твери. Ну, Оксана, вы можете сказать по России. Вы знаете, тут такая интересная тенденция, я бы сказал, некий такой запутанный круг. Да, действительно, мы говорим о том, что рост доходов населения – это важно, да, это один из показателей экономического развития и роста любого государства. Но возникает вопрос, а вот где эти самые увеличивающиеся доходы будет брать отдельно взятый гражданин? Он, естественно, может заработать на определенном рабочем месте. Возникает вопрос, а где он его возьмет? Он его возьмет, естественно, в тех условиях, в той реальности, которая сложилась в России. И вот мы представляем ситуацию. Приходит человек на работу, да, и он трудоустраивается. Он осуществляет вклад определенный в деятельность компании. Деятельность компании нацелена на что-то. Это либо оказание каких-то услуг, или это что-то они производят. И, естественно, этот конечный продукт или услуга, неважно что, она должна употребляться. И если есть спрос на этот конечный продукт, и он увеличивается и растет, то мы можем говорить, что потенциально и доход этого человека, который работает в этой организации, будет также увеличиваться. Но мы видим что? Мы видим следующее, что, к сожалению, вот так вот глобально на уровне Российской Федерации производство сокращается. Те товары, которые мы производим, они очень ограничены. Многие страны для того, чтобы увеличить доходы населения в целом, обеспечить экономический рост своего государства, что делают? Да, они экспортируют, то есть их товары пользуются услугами, они организовывают филиалы по разным странам мира. И таким образом, естественно, они и обеспечивают доходы населения, их рост, и увеличивают свой ВВП и так далее. У нас, к сожалению, такой тенденции нет. У нас в плане производства на уровне страны это сокращение. Почему? Да потому что те товары, они не пользуются спросом. Поэтому сокращение спроса, оно порождает то, что компании начинают и сжимать свои бюджеты, потому что они, наверное, начинают меньше производить, меньше оказывать услуги. И, естественно, любая организация будет экономить на своих издержках. А одна из самых главных и самых масштабных статей это, конечно же, оплата труда. Поэтому так называемая оптимизация, такое слово, которое любят применять, организации, это что? Это, в первую очередь, некие действия, которые способствуют сокращению фонда оплаты труда. Поэтому сегодня мы что видим? Мы видим вот так вот по факту, что человек работает в организации, получает зарплату, потом деятельность этой компании, может быть, не столь успешна, может быть, у них сокращаются доходы, а может быть, вообще не выходит в убыток. И что говорит работодатель? Он говорит следующее, мы будем сокращать наш штат. Происходит увольнение, сокращение каких-то сотрудников, а оставшихся самых, может быть, умных и способных, им говорят следующее. Вот тебе дополнительный объем работы за ту же, в общем-то, заработную плату. Не нравится? Ты можешь идти и искать новое место работы. Если такой отчаянный человек, он пойдет искать на рынке труда это место, не найдет навряд ли. Я хотел с вами не согласиться, Оксана. Есть активистичность. Да, вот я только хотел понять. Есть ли свет в конце всего этого? Во-первых, хочу вернуть к реальности и статистике, что последние 2-3 года Тверская область показывает рост промышленного производства, особенно в обрабатывающей промышленности. Это машиностроение. И он у нас, рост промышленного производства на территории Тверской области, выше среднего по центральному федеральному округу. Давайте говорить об этом. И второй момент. Я как раз очень соглашусь с тем, что у нашего региона есть своя специфика, давайте так говорить. И очень правильно. Мы регион, который находится между двумя столицами. И нашим субъектам бизнеса, нашим промышленным предприятиям приходится соревноваться и конкурировать с бизнесом, который находится, скажем так, в крупных городах. А там действительно гораздо выше заработная плата. Поэтому, естественно, сегодня мы должны понимать, что хотим мы или не хотим, экономика нашего региона в какой-то степени, она конкурирует с экономикой и города Москвы, и Московской области, Санкт-Петербурга, и Ленинградской области. И в этом тоже есть определенная проблема. Она связана с оттоком профессиональных кадров. Потому что, естественно, правильно было сказано ведущими, что там выше заработная плата. И это не только в экономической сфере, но мы видим и в социальной сфере. У нас иногда и врачи, и учителя, и работники культуры, и талантливая молодежь туда уезжает. Поэтому вот эти вопросы, они очень важны. Ну, здесь можно, я тоже скажу. Дело в том, что субстратом, основой для того, чтобы росли заработные платы, благополучие населения, то, о чем Вадим Валерьевич говорил, удовлетворенность населения, индекс счастья так называемый, все-таки основой должен стать рост экономики. И об этом говорил и президент. Говорил он об этом, правда, не в послании нашему федеральному собранию. Говорил он на итоговой пресс-конференции по итогу 2019 года. Он сказал, что да, он признает и наверху видит, что, конечно, уровень благополучия граждан материально, он все-таки, конечно, ну, как минимум не растет, а вообще-то где-то и снижается. И он говорил, что, конечно, все-таки экономика должна, работающая экономика, эффективная, она должна стать основой. Потому что, ну, мы понимаем, вот вы говорили, Оксана, о том, что вынуждены сокращать, значит, уменьшать зарплаты и так далее. Да, это уменьшает платежеспособность спроса, это все понятно. Но все равно в основе всего вообще должно быть изначально то рабочее место, на которое вообще, в принципе, придет человек. А если оно вообще просто не создано или сокращено, или исчезло, то тут вообще даже обсуждать уже нечего. Потому что просто нет этого рабочего места. И, конечно, ну, вот этот сектор, который, ну, говорят, что основой экономики многих благополучных стран, европейских, становится, ну, такое, как сказать, предприниматели средней руки, не большой бизнес, а малый бизнес. Да, вот. Поэтому вот с этим есть большие вопросы. Почему у нас, то ли это препоны какие-то административные, то ли у нас просто денег нет на это, то ли как... Я даже не знаю, почему он не развивается. Ну, потому что как раз малое и среднее предпринимательство, оно максимально ориентировано на потребительские возможности населения. Ну, тогда действительно замкнутый круг. Ну, во-первых, все-таки, давайте говорить, нам удалось переломить такую тенденцию, и определенный, пусть небольшой пока, недостаточный, как говорит президент, рост доходов населения мы наблюдаем. И, конечно, вот скажу, даже прошлый год, например, когда удалось принять и на федеральном, и на региональном уровне величину минимальной заработной платы, она сегодня у нас подрастает и будет расти, это тоже очень важно. Порядка 12 тысяч. Конечно, это недостаточный уровень, но, тем не менее, определенный, скажем так, прогресс в этом направлении мы наблюдаем. И, конечно, я считаю, что 2020, 2021, 2022 год, вот те вещи, о которых сегодня говорит президент, о увеличении доходов населения нашего, улучшении его благосостояния, во многом, мы считаем, должно сказаться и на возможности развития малого и среднего предпринимательства. Ну, если вот подводить, в общем, итоги всего вот этого сказанного, планы грандиозные, глобальные, понятно, что они не на год, на большую перспективу. Главное, что видны проблемы со стороны региона и города. Должна быть, конечно же, поддержка специалистов, чтобы они оставались здесь. Это не только зарплаты, но и условия различные в плане жилья и всего остального. Главное, что мы это видим, мы это знаем, и мы должны это стараться реализовать. Несмотря на все трудности, которые на сегодняшний день имеют место быть, перспективы у нас грандиозные, и это подтвердил сам наш президент. Поэтому у нас очень много перспектив, которые мы должны обязательно реализовать. Но, как сказал один лидер политической партии, нужно улыбаться. Если не улыбается, значит, плохой губернатор. Поэтому это было ток-шоу «Как-то так. Будем жить». Нам с панорамой здесь виднее, мы можем разглядеть разные нюансы. Поэтому мы ждем вас в гости. Спасибо, что пришли сегодня и многое нам рассказали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!